В эти дни Архангельск принимает участников Всероссийского семинара по теме тарифного регулирования. Он проходит в областной столице уже в седьмой раз. К нам приехали специалисты Минэнерго, Минстроя, Федеральные антимонопольные службы, эксперты из десятка регионов страны. Какие вопросы обсуждают, расскажет Алексей Карельский. Ключевые вопросы Всероссийского семинара по тарифам связаны с изменениями в законодательстве. В июне, например, правительство скорректировало подход к формированию предельных индексов и изменения платы за коммунальные услуги. Сейчас на региональном уровне будут приниматься решения по согласованию с ФАС России. В этой связи плата будет контролироваться более жестко на федеральном уровне и позволит выявлять необоснованные случаи роста тарифных решений и, соответственно, роста платы граждан. Ежегодно по всей стране принимается более 40 тысяч тарифов. Регулируют их более 150 нормативно-правовых актов. По мнению главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, все это приводит к неразберихе, разрывам в тарифах и их завышению. Неудивительно, что именно ФАС внес законопроект об основах государственного регулирования. По сути, он должен привести различные отрасли к единому знаменателю. Правда, есть нюансы. Очень сложно унифицировать, допустим, сферу теплоснабжения, электроэнергетики и водоснабжения с регулированием в области лекарственного обеспечения транспорта. И нужно найти какие-то общие точки соприкосновения, чтобы не пострадала ни та, ни другая отрасль при разработке вот этого закона. ФАС предлагает внедрять эталонный метод – формировать тарифы через сравнительный анализ затрат, опираясь на некую универсальную формулу. Предполагается, что это упростит работу регулирующих органов, сократит издержки предприятий и оптимизирует тариф для потребителей. Однако остаются вопросы, связанные, например, с различием в инфраструктуре регионов. Мы радиус теплоснабжения, вид топлива, продолжение степень этого сезона – это всего лишь, на мой взгляд, маленький показатель этого должен быть учтенный. Мы можем получить, когда ресурсоснабжающая организация будет получать излишние доходы, что будет бить необоснованно на потребителей. Либо, наоборот, мы получим, когда доходы будут недополучаться, это будет сказываться на надежности и, самое главное, на развитии систем коммунальной инфраструктуры. Эталонный метод частично уже внедрен в электроэнергетики. На семинаре специалисты обсудят его использование в сфере тепла и водоснабжения. Форум продолжит свою работу завтра. Алексей Карельский, Ольга Красулина, Регион 29.